Саня, больше вот эта часть ваша, вы должны толчок не додать. Раз, два, три. Не терапись, не терапись. Держите, держите, держите. Раз, два, три. Привести в движение молекулу урана задача не из простых. Даже если молекула только воображаемая, ее заменяет мяч. Челябинские третьеклассники целый год изучали свойства энергии и способы ее экономии. А теперь вот так играючи разбирают примеры и варианты энергосбережения. Ну, там надо было назвать одну часть бесконечного двигателя. Я назвала шестеренку, там рисовала. Энергетическая компания «Фортум» проводит в сквере на Алом Поле праздник для школьников. С играми, мастер-классами, презентацией проектов и даже квестом. Тем самым юные горожане еще раз проверяют и закрепляют полученные знания. Ведь целый год ученики восьми челябинских школ занимались по программе «Проэнергию». Всего 650 детей учились обращаться с электроприборами. Дома, под присмотром родителей, проводили опыты с энергосберегающими лампами. А на уроках старались экономить ресурсы и беречь природу. Элементарные навыки. Поздно учить детей, когда им 15 лет и 16 лет. Надо учить, когда им 9. Наверное, тоже поздно, но, наверное, это тот возраст, когда люди уже могут как-то сорганизоваться и что-то в простой форме понимать. На заключительном мероприятии собрались около 200 самых активных и любознательных школьников. Помимо участия в энергоквесте, участники провели детскую пресс-конференцию и даже защитили собственные научные работы. Ученики на практике смогли увидеть, чем могут навредить старые лампы накаливания и чем их можно заменить. Задача одного из этапов конкурса заключалась в том, чтобы дети непосредственно с помощью приборов, не только профессиональных, но и бытовых, таких как телефоны, планшеты, могли подручными средствами проверить качество света и понять разницу старого светильника и нового современного. По словам организаторов, детство должно быть светлым и безоблачным. Таким оно будет с правильным светом. Команда «Победитель» получает в подарок современное освещение в одном из классов ее школы. А особенно отличившиеся участники становятся счастливыми обладателями планшетов. Компания «Лидел» в Челябинске поддержала идею «Фортума», интересно включилась в проект и учредила свой приз. В следующем году программа «Проэнергию» охватит еще больше челябинских школ и детей разного возраста. Организаторы ждут учителей, готовых попробовать силы в проекте. Наталья Драчева, Ульяна Закомолдина, Леонид Новожилов, ОТВ.